Кстати, помнится, что раньше не было украинского флага над зеркальной струей. Привет! Бандитская пуля. Я к чему это говорю? Мужчина дает клятву один раз в жизни. Мужчина дает клятву своей земле, своей родине, своей семье, своим женам и матерям. Неужели мы с вами, харьковчане, допустим, что мы попрали все наши устои и попрали всю нашу память? Я с удовольствием и с превеликим счастьем вспоминаю детские годы, когда я изучал украинский язык. Я с удовольствием вспоминаю своих друзей в армии, служивших со мной армян, таджиков, узбеков. Это было великое время, но, к сожалению, за 23 года попрали все наши устои и попрали всю нашу память. Друзья, я хочу сказать одно. Если мы не передадим нашим детям и нашим внукам то, что не шли 70 лет назад наши отцы и деды, грош нам цена, собирающихся на этих площадях, и грош нам цена тем, которые поддерживают хунту, пришедшую на пушистских сапогах. Не забудем, не простим! И еще, товарищи, я хотел обратиться, думаю, от вашего имени к работникам правоохранительных органов. Не выполняйте преступных приказов мошенника, извращенца Авакова. Не выполняйте преступных приказов предателя, а где вот так это сделана часть милиции в городе Одесса. Мы надеемся, что милиция будет на нашей стороне от того, что вы будете замешаны в правовых действиях. Я сейчас хочу передать слово любимице нашей Харьковской республики, замечательному... Я видела, когда в городе Харькове после взрыва радиомины гестапо и сели на Пушкинской, на Сунской, Свердлово, Казло, Марса, вниз головой мальчики от 12 лет до 75-летних мужчин. 10 дней, и языки были, вешали, голова должна была не доставать 2 метра до земли, и языки были. Мед 30, мед 40, мед 50. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы моих детей натравливали друг на друга эти проклятые запад, так называемая демократия, которая 2000 лет хотела завоевать восточных славян, и не получилось. А потом подлецы внутренние и враги внешние разделили наше государство, Великий Советский Союз, на отдельные прутья республики. А теперь нас уже разделяют на области, нас разделяют на регионы. Нас хотят сделать рабами. Если мы устоим, устоит человечество, вы должны понимать. Европа это понимает. Это понимает Азия, Африка. И Америка понимает. Пришел страшный враг. 11 сентября 2001 года, где у нас...